Каждый год миллионы людей заявляют, что видели НЛО. Большая часть таких заявлений оказываются ложными, но 5% остаются необъяснимыми. Это и есть близкие контакты. Близкие контакты Материалы по делу «Прилив». Норм Смит с другом уехали с дискотеки раньше, чем планировали. Чуть не попался, да? Да. Дон Леджер, исследователь, автор книги «Темный объект». Норм Смит был молодым рыбаком. Ему было всего 18, когда он с другом из Кейпс Эйбл ехал с дискотеки. Был вечер среды, и они заехали в Шек-Харбор. Шек-Харбор — это тихая рыбацкая деревушка, расположенная на юго-западной оконечности Новой Шотландии. Сам я из Галифорнста, в Новой Шотландии, и знаю Норма Смита, наверное, уже лет 20. Это еще что? Что? Смотри! Норм Смит рассказал мне все, что произошло той ночью со своей точки зрения. Он сказал, что увидел несколько огней в линию. Такое странное исключение. На тот момент он не видел очертания, только огни в небе, которые двигались в параллельной машине, ехавшей по шоссе номер 3. Я никогда такого не видел. Это яркий и странный оранжевый свет. Сначала они подумали, что это самолет. Может, просто странный самолет, но нельзя было сказать наверняка. Крис Рудковский, автор, исследователь НЛО. Он не думал, что это обычный самолет, но решил, что могло произойти нечто необычное. Может, авария, может, один из огней перегорел, или угол странный. Что же это такое? Не знаю, может, авиакатастрофа? Авиакатастрофа? Друг завез Норма домой. Но ночь обещала быть долгой. Как раз в этот момент полиция из Баррингтон-Пэссидж проехала с включенной сиреной. Полицейские принимали звонки от людей, которые жили в Харборе и Саунде. Спустя всего пять минут было получено пять звонков от людей, которые думали, что видели крушение самолета в Харборе. Норм побежал разбудить дядю. Из-за чего весь сын Борн? Я не знаю, но, возможно, людям нужна помощь. Возьми куртку. Они решили, что произошла авиакатастрофа. Возможно, понадобится их помощь, и они решили поехать. Норм въехал на берег. К этому времени там уже было человек 15, включая полицию. Все смотрели на воду и темный объект на воде со слабым желтым огнем на лев. Он был примерно в 500 метрах, и никто не знал, что это. Береговая охрана, это Шерми Арбор. Как слышите? Прием. Полиция вызвала подкрепление. Им нужна была лодка. Но не успели они договорить, как ситуация изменилась. Что мы здесь ищем? И почему ничего не находим? Близкие контакты. Это еще что? Норм Смит и десятки других свидетелей видели, как странный объект упал в воду в Шетт-Барборе в Новой Шотландии. Они не знали, ушел ли объект под воду или просто отключил огонь. В любом случае, ситуация была сложная и требовала быстрых действий. Нужно было разобраться, в чем дело. Свяжись ЦКС. Нужно узнать про рейсы на восточном побережье. Как раз, решил связаться с Центром координации в Галифаксе, чтобы узнать, не пропадали ли у них самолеты. Мы свяжемся с ЦКС и битовой охраной. Связь по рации, а пока нужно выйти на воду. Эти люди заботятся друг о друге. И если они видят, что кому-то может понадобиться помощь, они сделают все возможное. Да, хорошо. Некоторые ребята, включая Норма Смита, сели в две лодки и вышли на воду на поиски, как они думали, обломков или уцелевших. Норм Смит сказал мне, что был напыдан. Ему было всего 18. Он не знал, что ему придется увидеть, может, в воде трупы будут. Они не нашли ни трупов, ни обломков. Вместо этого они обнаружили нечто более странное. Капитан первой лодки спросил, что ты об этом думаешь? Он сказал, я не знаю, что это, но мне это не нравится. Однако нужно было двигаться дальше. Ребята попробовали взять образцы пены, которая была на воде. Пена была толщиной 10 сантиметров. Ярко-желтая давала серый. Они никогда такого не видели. На тот момент все решили, что это побочный эффект попадания авиационного топлива в морскую воду. Однако, конечно же, это не так. Лодка 20КС сообщает, что в нашем районе нет пропавших самолетов. Самолеты не попадали. Ни военные, ни коммерческие, ни частные. Так что все задумались, что же мы здесь ищем, и почему ничего не находят. Кое-кто решил, что объект не разбился, а просто ушел под воду. Как будто это было запланированно. НПО — неопознанный подводный объект или неопознанный погрузившийся объект. Иначе говоря, мы просто не можем объяснить, что это просто на этот раз объект под водой. Несколько исследований подтвердили, что НЛО привлекает вода, и если здесь замешаны пришельцы, их так или иначе интересует вода. Норм продолжал поиски до половины четвертого утра. Он не спал 36 часов. После того, как поиски оказались безрезультатными, Норм Смит и другие свидетели решили обо всем рассказать. Тогда Шек-Харбор был очень маленькой деревенькой. Там жило человек 600. Все всех знали. Это простые люди. Они работают в море, а это одна из самых опасных работ в мире. Им не нужно ничего выдумывать, у них и так хватает истории. Но вопрос остается. Что же ушло под воду в Шек-Харборе? Поиск ответа привел к серьезному подводному исследованию. Спустя два дня ВМФ Канады отправил команду ныряльщиков исследовать дно Шек-Харбора. Благодаря стольким свидетелям журналисты быстро раскопали историю. Страхи Холодной войны вызвали опасения, что странные огни могли принадлежать советскому судну-шпиону. Официальное правительственное расследование не нашло ничего необычного. Однако многие годы спустя ныряльщики, которые исследовали дно в этом месте, сообщали, что видели странные обломки. Близкие контакты Дело о водонепроницаемости Работник фермы Джордж Блэквелл возвращался с Большого пастбища в австралийской глубинке. Билл Чокер, исследователь случая в Роуздейле. Расследуя этот случай, я лично беседовал с Джорджем Блэквеллом. Это человек обстоятельный и серьезный. 30 сентября 80-го года. Роуздейл, Австралия. Джордж ухаживал за скотиной много лет и считался отличным работой. Он был человеком ответственным. Джордж! Говорят, поблизости опять какие-то ребята скот воруют. В обязанности Джорджа Блэквелла на ферме входила охрана крупноврогатого скота, а также пастбища. Буду осторожнее. Давай! Гражданам кажется, что кражи скота ушли в прошлое, но... эта проблема до сих пор существует. В современной Австралии преступники крадут скот даже с помощью тракторов с прицепом и грузовых самолетов. В этом хозяйстве ничего подобного пока не случалось. Но скотник насторожился и ждал каких-нибудь неприятностей. Ему не хотелось, чтобы скота гнали в тот вечер, когда он будет на дежурстве. Внезапно Джордж услышал, что животные в загоне начали сильно волноваться. Блэквелл заметил, что призовая кобыла очень напугана. Крис Рудковский, писатель, уфолог. Животные более чувствительны к переменам среды, чем люди. Они могут слышать высокочастотные звуки или ощущать электромагнитные поля. Затем Джордж заметил что-то вдали. Сложно определить, что это было. Необычный дискообразный объект летел горизонтально на очень небольшой высоте. И сначала он подумал, что это какой-то летательный аппарат. Джордж увидел, как этот объект направляется к Большой Леваде. Скотник решил, что это местные воры что-то придумали и решил исследовать неизвестное явление. Он видел, как НЛО летит над пастбищем и понял, что если он продолжит двигаться по той же траектории, то врежется в цистерну для воды объемом 40 тысяч литров. Диск, насколько он мог судить, не был похож ни на один летательный аппарат. Так что Джордж столкнулся с очень странным объектом. Близкие контакты Австралийский скотник Джордж Блэквэл поехал защищать свое стадо от того, что принял за какую-то выдумку угонщиков с копта. Животные в загоне волновались очень сильно, поэтому он поскорее сел на мотоцикл и поехал вслед за летающим объектом. Было вполне ясно, куда он летит. Он направлялся в углу Пелевады. Когда Блэквэл завернул за угол, он сделал поразительное открытие. Он увидел, что одна корова страшно напугана. У нее даже пена изо рта шла. Она явно хотела убежать. Блэквэл наконец-то разглядел объект, который он преследовал. Он сразу забыл об угонщиках скота, потому что стало ясно, что этот объект не имеет никакого отношения к краже животных. Блэквэл решил рассмотреть НЛО поближе. Объект снижался, пока не оказался над цистерной с водой. Джорджу сразу стало понятно, что это вовсе не самолет и не вертолет. У него не было ни крыльев, ни пропеллеров, ничего. Джордж оказался в затруднительном положении. Он пытался понять, что же это. Перед ним был объект диаметром примерно 7,5 метров и высотой примерно 4-4,5 метра. А снизу у него была черная полоса, что-то вроде кольца, охватывающего днища. Объект втягивал воду через некое подобие труб, расположенных снизу. Не стоит заниматься спекуляциями, предполагая, что вода – это топливо для НЛО. Просто так получилось, что во время этого контакта НЛО взаимодействовало с водой. Джордж почувствовал себя нехорошо. Он начал ощущать сильное беспокойство и нервное возбуждение. У него стали барахлить часы. Они остановились. Видимо, сильное электромагнитное поле оказало на них влияние. Объект внезапно стал испускать высокочастотный звук. Тот факт, что объект производил такой шум и дребезжание, стало причиной дрожи во всем организмом. А затем Блэк Уэлл перестал управлять своим телом. Он почувствовал, словно все его тело превратилось в жиле. Его мышечная система стала буквально неуправляемой. Это был фактор не психологический, а физиологический. Объект оказывал на него физическое воздействие. Объект внезапно поднялся на 80 метров. После этого он начал испускать струю горячего воздуха. Когда объект поднялся над цистерной, из него полетел всякий мусор. Мусор представлял собой коровий навоз, ошмётки сена, траву и камни. Объект стал удаляться всё дальше и продолжал двигаться, пока не скрылся из виду. А бедный Джордж совершенно ошеломлён и остался в темноте. Он понимал, что стал свидетелем небывалого явления. На следующее утро Блэк Уэлл проверил цистерну объёмом 40 тысяч литров и обнаружил, что она абсолютно пустая. Учёные выяснили, что в ночь перед происшествием в небе наблюдался сверкающий цветной объект, примерно в то время, когда его видел Джордж Блэк Уэлл. Вскоре после этого события у Блэк Уэлла начались рвота, диарея и сильная головная боль, симптомы, связанные с воздействием радиации. Но в образцах почвы, собранных на месте, не нашлось следов радиационного заражения. БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ДЕЛО О ФРАНЦУЗКОМ КОНТАКТЕ Анри Лоран вернулся домой после того, как утром ездил по делам. Жен Даборда, писатель и учёный. Господину Анри было 30 лет. Он был женат и работал биохимиком в университетской лаборатории. 21 октября 1982 года. Нанси, Франция. Роберт Пауэлл, химик-уфолог. Дом Анри находился в пригороде города Нанси. Он был расположен на улице с множеством домов. Нанси — это небольшой город на востоке Франции. В нём порядка 150 тысяч жителей. Это довольно тихое место. Заядлый садовник Анри никогда не забывал ухаживать за цветами. Однажды он заметил то, что сначала принял залетящий в небе самолёт. Он ярко светился, и его было хорошо видно. Только гул от самолёта шёл странный. Анри снова занялся осадом и своими любимыми амарантами. но скоро опять поднял глаза на небо. Становилось всё более очевидно, что объект приближается к нему. В конце концов, Анри решил, что это летательный аппарат, который потерял управление. Когда объект подлетел ещё ближе, стало ясно, что это вовсе не самолёт. Первым делом Анри подумал, что это опасно для него и для его дома. объект подлетел и завис в одном метре над землей. Я не думаю, что Анри был уверен, что НЛО прилетело за ним. Но, скорее всего, он рассматривал такую возможность. Это было очень странное, невероятное зрелище. Близкие контакты Работая в саду, биохимик Анри Лоран увидел, как странный летающий аппарат спускается с неба прямо в его двор. Через несколько минут научный интерес пересилил страх. Его основной эмоцией было сильное любопытство и желание выяснить, что же здесь происходит. Этот объект не испускал никакого тепла и совсем не двигался. Анри начал изучать объект со всех сторон. Казалось, что его поверхность сделана из бериллия. Бериллий — это металл, применяемый в ядерных реакторах. довольно специфический металл. Анри хотел было прикоснуться к НЛО, но передумал. Ему показалось, что объект наэлектризован. Это было очень странное, невероятное зрелище. ученому быстро пришло в голову, что нужно это поскорее задокументировать. Он бросился в дом за фотоаппаратом, чтобы сделать снимок. При первой же попытке сделать снимок фотоаппарат заело. В случаях контактов с НЛО фотоаппарат и видеокамеры часто дают сбой. Считается, что это связано с некими электромагнитными импульсами или полями. Но в данном случае у Анри была обычная камера, которая и без того довольно часто ломалась. Поэтому мы считаем, что неудача связана с механической поломкой самого фотоаппарата. Внезапно НЛО стало очень быстро удаляться. Анри говорил, что казалось, будто НЛО засосало в небо, как в трубу пылесоса. Объект быстро унесся и остался только яркий свет высоко в небе. Анри остался стоять, словно громом пораженный. И его потрясло это событие. Все известные нам двигатели оставляют след или какие-нибудь отметки на траве, например, разметавшуюся почву. Но в саду Анри произошли странные изменения. Он заметил, что его амаранты начали вянуть. Растения, которые находились близко к НЛО, словно опалило жаром, и они засохли. Это похоже на воздействие электромагнитных волн. Итак, он понял, что в его саду остались следы пребывания НЛО. Алло, да, полиция. Он немедленно позвонил в жандармерию и сообщил о том, что произошло. Анри пришлось долго объяснять, что случилось. Разумеется, мадам. Да, я знаю, конечно. Дом номер 102 по улице Монтань. Большое спасибо, до свидания. Французская полиция серьезно относится ко всем сообщениям об НЛО. Заложенные сообщения об этом человека вполне могут арестовать. Полицейские взяли образцы растений. Что потом произошло, господин Лоран? Ну, я спокойно работал в саду, как обычно. Как вдруг эта странная штука спустилась с неба прямо в мой сад. Они также взяли образцы травы с разных концов сада, в том числе оттуда, где висела тарелка. Смотрите, все мои цветы сгорели. Они просто сгорели. А потом эта штука поднялась в небо очень-очень быстро. И исчезла, очень быстро исчезла. Улетучилась. В единичных случаях находятся свидетели, которые видели НЛО в нескольких метрах от себя. Перед нами один из самых необычных случаев в истории исследований НЛО. Траву и цветы тщательно исследовали ученые. Следуя установленным правилам, полиция передала дело в Жейпан государственную организацию, изучающую все необъяснимые аэрокосмические феномоны. Анализ собранных образцов показал, что растения повреждены только над землей, а корни остались совершенно целыми. В Жейпан заключили, что причиной вгорания амарантов могло стать электромагнитное поле мощностью 200 кВт на метр. Такое поле бывает под высоковольтной линией электропередачи. Но настоящего всего в полуметре от погибших амарантов Анри Лорана электромагнитное поле никоим образом не повлияло. В отчете Жейпана говорится, что невозможно объяснить, что произошло во дворе в тот день. Близкие контакты Материалы дела Ядерная реакция Сразу за канадской границей находится база ВВС Лоринг Самая большая база стратегических бомбардировщиков в Америке. 27 октября 1975 года база ВВС Лоринг Клаймстоун Мэн Роберт Пауэлл химик аналитик руководителя исследовательского центра Маффан На этой базе хранились огромные запасы ядерного оружия. И это во времена Холодной войны, когда над всеми висела угроза ядерной войны между США и СССР. Поэтому охрана была очень серьезной. У любого, кто пересек бы границу база Лоринг, начались бы неприятости. При этом даже не все солдаты на базе догадывались, что совсем рядом хранится ядерное оружие. Старший сержант Дэнни Льюис заступил в ночную смену рядом с оружейными складами. Доктор Кевин Рэндалл, писатель. Льюис служил в охранном подразделении авиабазы Лоринг. Он выполнял свою работу, когда увидел огни в небе. Они двигались вперед-назад, может, из границы базы, но неподалеку. Он не мог определить, что это за самолет приближается. Он перемещался как вертолет, двигался вверх-вниз как вертолет, как можно ожидать от вертолета. Но не на территории базы, а рядом с ней. А это уже серьезное дело. Никакой летательный аппарат не может приближаться к базе без разрешения. Диспетчер, это охранный патруль, прием. Вас слышу, патруль, прием. Вы видите вертолет в нескольких километрах к северо-востоку? Вас понял, патруль. Теперь вижу его. К северо-востоку, но без опознавательных знаков. Я еще с вами сижусь. Сообщите свой позывной. Патруль, мы не можем связаться с воздушным судном. Получается, есть объект, который приближается к закрытой военной базе и не отвечает на попытки связаться. Теперь Льюис связывается с командным пунктом, чтобы сообщить им о происходящем. Командир, эту патруль вижу вертолет к северо-востоку в нескольких километрах. Льюис связывается с командиром базы, который поднимается на обзорную башню. Он опасается проникновения посторонних на военный склад. Он перемещается, сэр. Объект, который они видели, облетел базу и после этого исчез. сэр. Сержанта Льюиса отправляют на разведку. Диспетчер, это патруль, выезжаю. Они отправили всех собак ищеек и полицейских в эту область, чтобы все там прочесать, проверить, не пробрался ли кто на базу. Не было никаких свидетельств того, что кто-то пробрался на оружейный склад или на территорию базы. 24 часа спустя база все еще находилась в боевой готовности. А сержант Льюис вернулся на свой пост возле оружейных складов. Следующей ночью Льюис снова заступил на дежурство. И как и в первую ночь он видит объект, который приближается к базе с северо-востока. Но на этот раз он залетел на территорию базы и направился прямо к оружейным складам. Командный пункт, патрули на связи. Пусть то вертолет свет бы отражался от лопасти, были бы навигационные огни, был бы слышен шум двигателя. Но было тихо. Командный пункт, прием. Сэр, у нас нарушитель. Он был в 300 метрах от склада с ядерным оружием. Это нужно видеть. Они не знают, вооружен ли он, не знают о его намерениях. Близкие контакты. Командный пункт, прием. Неопознанное летающее судно проникает на базу ВВС США. Сэр, у нас нарушитель. И зависает рядом со складом ядерного оружия. Он проник на территорию базы Лоринг. Теперь все значительно сложнее, чем в прошлый раз. Они не знают, вооружен ли он, не знают о его намерениях. Любое воздушное судно, которое залетело в закрытое военное пространство, может быть сбито. Но это решение должен принять командир базы. Сэр, вон. Есть предписания, которые нужно выполнить перед тем, как открывать огонь на прожжение. А если они обстреляют гражданский вертолёв, есть множество ограничений. Они потеряли воздушное судно из виду, не знали, что с ним случилось. В это время неподалёку возле ангаров с Б-52 сержанты Айхнер и Джонс ещё не знали о нарушителе. Джонс, подашь мне 12-й? Да, сейчас. Сержанты Айхнер и Джонс работали механиками Б-52-х. Они работали на базе. Айхнер, иди сюда. Тебе стоит это увидеть. Что это? Я не знаю. Айхнер и Джонс стали пятым и шестым свидетелями странных событий. Они начали преследовать свет, который кружил над базой. Диспетчерская башня командиру базы объект вернулся, сэр. Похоже, приземлился возле ангаров. объект привел Айхнера и Джонса в закрытую секретную часть базы. Может, не стоит? Они подумали, может, стоит уехать, ведь им нельзя было там находиться. И вдруг они увидели объект прямо перед собой. Айхнер и Джонс услышали сирену полиции и решили как можно скорее покинуть закрытую зону. Но тогда Айхнер и Джонс меньше всего заботили Льюиса. Цвет выключился и объект снова исчез. Похоже, движется на север, сэр. он покинул наше воздушное пространство. Объект снова улетел на северо-восток, к канадской границе и исчез с радаром. Так же, как было и предыдущей ночью. военные прочесали всю базу, чтобы убедиться в отсутствии посторонних. Это единственный случай, когда правительство США признало, что неизвестный летательный аппарат нарушил границы ядерной военной базы и неизвестно, что это за аппарат или кому он принадлежал. Сразу же после происшествия база ВВС Лоринг отправила сообщение в Пентагон, начальнику штаба ВВС и в штаб стратегического командования ВВС, сообщив им о происшествии. В одном из сообщений рекомендуется перевести северные базы на границе с Канадой третий режим безопасности. Три года спустя журналист Барри Гринвуд узнал о происшествии и сделал запрос, воспользовавшись законом о свободном доступе к информации. Министерство обороны открыло документы, которые подтвердили, что спустя три дня после событий в Лоринге похожий объект зависал над складом с оружием на базе ВВС Вурцмит в 1800 километрах. Свидетели также сообщают об НЛО над военными базами в Монтане, Северной Дакоте и Антарио. Близкие контакты Материалы по делу ракета призрак Озеро Кольмьярф обеспечивает шведского фермера Кнута Линдбека всем. Он из него пьет, получает еду и использует для переездов. Класс Ван журналист У Кнутов была маленькая фельма на берегу озера Кольмьярф. Они разводили скот и выращивали овощи. Так они себя обеспечивали. Сын Кнута Бьерн собирался помочь отцу с делами. 19 июля 1946 года. Кольмьярф в Швеции. Это был первый год после войны. Люди пытались вернуться к нормальной жизни. Я ездил в Лилио на север Швеции, чтобы взять интервью у Кнута Линдбека и выслушать его историю. Возможно, Вторая мировая и закончилась. Но шведы все еще опасались звуков, напоминающих взрывы. Доктор Кевин Рэндалл, писатель, бывший офицер разведки ВВС. В 1946 СССР хотел захватить весь мир. Они пытались захватить многие страны Европы. Швеция опасалась агрессии со стороны СССР. Ферма Кнута находилась менее чем в 500 километрах от советской границы. Удар с воздуха исключить было нельзя. Швеция всегда побаивалась России из-за угрозы свастопа. И шведы часто посматривали, не летит ли что в небе. Когда я брал интервью у Кнута, он сказал, что услышал сильнейший звук с неба. Фермер поднял голову вверх, чтобы посмотреть откуда он. Его первой мыслью было, что началась гроза. Но это не было похоже на грозовое облако. Окна загрожали. Он посмотрел на небо и увидел продолговатый, похожий на ракету объект с двумя полниками по сторонам. Веды еще не забыли войну и бомбы, которые нацистская Германия сбрасывала на их страну. Но все ракеты были нацелены на большие карата. Коль Мьярф находится в глубину. Бьорн, куда ты? Бьорн, постой! Ракета падала прямо в озеро. Подводный взрыв вызвал ударный лом. Что-то ударилось от озера и взорвалось. близкие контакты. С шведской глубинки загадочный объект подлетел в ферме Кнута Линдбека. Бьорн, куда ты? кто-то ударилось одно озеро и взорвалось. Подводный взрыв вызвал ударную волну. взрыв на берег. Кнут решил, что в них попала ракета Фау-1. Что это было? Может война? Кнут, как и многие другие шведы, знал о военных ракетах Фау. Фау-1 была похожа на самолёт с большой ракетой наверху. Она летела более-менее прямо. Сейчас нечто похожее называется крылатая ракета. Но, по словам Кнута, объект не был похож на Фау-1. Кнут Линбек описал мне довольно странную штуку. У неё не было острого носа, как можно было бы ожидать. Нос был дупой. Кнут решает подплыть к месту удара. Кнут сказал мне, что это его поразило, но он был очень любопытным. Хотел узнать, что же упало в озеро. Учитывая силу удара, Кнут рассчитывал найти в воде куски разбитого объекта. Когда ракеты Фау падали в Швеции, обычно находили две-три тонны обломков. Но ничего подобного не было, ни кусочка металла, ничего. Так как глубина озера Кольмьярв всего два метра, Кнут решил поискать обломки под водой. Если что-то достаточно тяжёлое упадёт на дно озера, то оно может зарыться выл на дне. Так что нужно прощупать дно песном, как и сделал Кнут Линбек. Но никаких следов обломков. Так ничего не нашли, так что неизвестно, что же упало в озеро. Загадка не ограничивается озером Кольмьярв. Падение 19 июля было лишь одним из четырёх за пять часов. Без исключения, все они приземлились в удалённые озёра. Это довольно странно, потому что Швеция, как и остальные страны, состоит не только из озёр. Почему ничего не упало на землю? Ты что-то нашёл? Там ничего не было. Для меня это остаётся заказкой. Это нельзя объяснить ракетами. Мы не выдвинули гипотезу, которая могла бы это объяснить. На следующий день после падения на озеро отправились военные. Они обследовали озеро Кольмьярв и ничего не нашли. Шведские военные послали команду солдат и инженеров, чтобы обследовать озеро Кольмьярв электрическими зондами, металлодетекторами, счётчиками Гейгера и другим оборудованием. Они собрали 35 тысяч образцов, но все они оказались местными материалами. Летом 1946 года в Швеции было зарегистрировано не менее 30 подобных падений. Во всех случаях обломки найдены не были. Так как после падения ничего не осталось, шведские военные называют эти загадочные объекты «ракеты-призраки». Был образован специальный комитет по ракетам-призракам. Комитет пришёл к поводу, что некоторые случаи можно отнести к метеоритам, другие, как случившиеся на озере Кольмьярв, остаются без объяснения. Субтитры подогнал «Симон»